Привет, Толик. Привет, Игорь. Толик. Хочу знать, ты уже достаточно много работаешь над собой по методике Инны Гаврилюк. Расскажи, пожалуйста, как у тебя все начиналось, как ты с ней познакомился и как у тебя это все проходит? Ну смотри, начиналось все примерно год назад, когда я вернулся с России, я увидел в ВКонтакте ваше объявление, как я узнал потом, вы вдвоем сильно его составили, о том, как находиться в состоянии потока. И оно очень сильно привлекло мое внимание. Мне стало интересно и захотелось это ощутить, как это быть в потоке. То есть ты реально прочитал, да? Да. Я так даже думаю, что это объявление было для меня, потому что, получается, именно я на это объявление и пришел. И это было в октябре прошлого года, 2015 года. Я увидел объявление, узнал, когда занятия проходят, ну и, соответственно, пришел на занятия. Хочу рассказать, поделиться, как это все было. Когда я был на занятии и начал задавать ей вопросы по ходу занятия, да, то у меня было такое ощущение, что она знает вообще, о чем я спрашиваю, она знает, как я себя чувствовал, она знает, как чувствовали те люди, о которых я спрашивал. Это было очень, очень интересно. Да, да, пару минут. И очень, очень как-то необычно вообще. После окончания занятия, получается, и вообще в процессе занятия у меня как-то поднялись очень сильные эмоции, причем они настолько были разные, настолько интенсивные, что я это могу описать, как какой-то такой фонтан внутри меня открылся, вот как будто что-то изменяло. Какие были дела вверх? Ну, я так не могу однозначно сказать, их было очень-очень много. И этот фонтан… Негативный или хотя бы… Ну, это были эмоции, скорее всего, восторга, радости, какого-то счастья такого, то есть как-то это неописуемо было. То есть это передать словами недостаточно сложно. И потом, потом я со стеной созвонился, я уже встретился лично, мы пообщались, мы долго тогда общались, вот у нас уже, получается, вторую встречу. О многом как-то мы так поговорили, вот. Что самое интересное, вот это ощущение фонтана такого, который такой нескончаемый просто был, достаточно долго у меня сохранялось, вот. А чем он вызван был? Ну, я думаю, этот фонтан был вызван именно встречей с Инной и с как бы памятью наших душ, когда вот, например, души очень много в разных воплощениях встречались друг с другом, как-то взаимодействовали, причем в разных ролях, в разных хипостасях, вот, соответственно, это когда встречаешь очень знакомого, близкого и дорогого человека, это ему очень искренне рад, вот, встреча в новом воплощении. А потом я начал работать, работа была достаточно интересная, интенсивная, и такое, в принципе, остается, вот. Я начал видеть буквально с самого начала работы с Инной по ее методике результаты, и каждый раз, когда я прорабатывал эмоции по ее методике, я всегда видел результаты, в первую очередь это было изменение в лучшую сторону внутреннего состояния, и потом уже события, которые связаны были, конечно, со мной, с моим взаимодействием с разными людьми, с моими близкими, с моими друзьями, вот. А можешь пример привести, один небольшой совершенно пример, где вот действительно вот ты заметил, как прям кардинально у тебя что-то поменялось? Ну вот наведу, наверное, самый такой мой, такой сильный пример, который я вот очень четко как бы почувствовал и увидел, и моя жизнь в какой-то мере разделилась на до и после. В общем, у меня была такая штука, как апатия. То есть вот в течение недели, когда я работал, занимался разными делами, накапливалась какая-то усталость во мне, вот. И в конце недели мне обязательно нужно было один день просто как отлежаться, побыть одному, то есть вот просто как бы занять горизонтальное положение, чтобы меня никто не трогал и чтобы вот я ни с кем не взаимодействовал. Вот. Если, например, такого из-за каких-то причин не получалось сделать, ну то есть не получалось отдохнуть один день в неделю или в субботу, или в воскресенье, то потом было очень-очень тяжело. А у тебя сон нормальный был? Сколько ты спал? Ну сон всегда был нормальный, то есть вот 7-8 часов я обычно спал, то есть всегда все было хорошо в этом плане. Вот. И потом, как оказалось, вот эта эмоция апатии, да, она была вызвана, когда мы уже начали разбирать, уже разобрали, вызвана как раз внутриутробным периодом. Когда я был у мамы в животике, вот, то, получается, из-за каких-то обстоятельств в жизни тогда мамы, вот, она очень бурно это все переживала, ну, как бы что-то нехорошее происходило в ее жизни, а я, будучи внутри, как бы вот, осознавая себя и понимая себя, подумал, что это все из-за меня. То есть получается, что вот какие-то негативные события у мамы в жизни, то, что она себя плохо чувствует, то, что ей нехорошо, и именно чувствует себя не физически плохо, а в первую очередь эмоционально, душевно плохо чувствует. И тогда у меня вот это состояние, как бы, отключенности от процессов, вот, и было создано, по сути. И потом практически очень долгий период жизни, пока я с этим не разобрался, я время от времени, ну, после общения с моей мамой тоже в это состояние заходил. Когда я просто вот из-за того, что ей, ну, как бы нехорошо как-то по каким-то причинам, она чем-то недовольна, раздражена, или как-то ей просто плохо, вот, я тоже, можно сказать, западал в это состояние, и ничего с собой не мог поделать. Вот, и после того, как я его проработал, как бы, состояние уже мамы уже меня не включало так. То есть, точнее, меня не выключало из процесса жизни, из моих процессов личных. Сколько сейчас ты спишь? О, что самое интересное, вот, вопрос со сном, да, то есть, раньше вот я думал, что если я буду спать, там, меньше пяти, там, или четырех часов в сутки, да, то я вообще просто умру. То есть, вот, у меня вот было такое четкое убеждение, что меньше спать просто нельзя. Когда я начал прорабатывать эмоции, особенно, когда мы начали прорабатывать эмоции по разным воплощениям, вот, то потребность во сне, ну, значительно уменьшилась. То есть, я могу поспать, там, четыре-пять часов и себя прекрасно чувствовать. Вот, причем провести активно день, вот, абсолютно себя здорово. Неделю? Да, была такая неделя, помню, когда мы очень активно занимались, практически каждый вечер, практически каждую ночь мы поднимали разные воплощения. Была такая неделя, что я спал по три-четыре часа. И это было практически каждый день. То есть, в течение целой недели. Вот. Но, что самое интересное, когда мы прорабатывали эмоции именно с других воплощений, они давали настолько сильный энергетический прилив, что очень долго потом было не то, что, как бы, не хотелось спать. Невозможно было спать. Было столько энергии, что, ну, хотелось очень много чего сделать. И, в принципе, в этот период всегда делалось очень много. Ну, воплощение воплощениями. Расскажи еще из, допустим, базовых негативных чувств, вот, что-то у тебя изменилось еще, проработав ты какие-то чувства. Ну, вот, если рассказать, вот, свежий буквально пример, буквально недавно я прорабатывал две таких эмоции, как страх осуждения и страх непринятия. Причем эти эмоции были как адресованы к моему папе, так же эти эмоции были адресованы вообще к людям. Вот. Потому что, как известно, взаимодействие с отцом мы переносим потом на свое взаимодействие с людьми, вот. И когда я проработал страх осуждения именно от отца, то у меня появилось внутреннее ощущение, что, вообще, чем мне заниматься и как это делать вообще, что заниматься только тем, что мне нравится и тем, что мне хочется, то есть заниматься только лишь любимым делом, вот. Ну, как-то это не хотелось пока выносить, скажем так, и рассказывать ему, да, то есть своему отцу. Вот. Когда я проработал и страх непринятия, то я, что самое интересное, вообще переключился с фигурой отца. То есть мне уже, как бы, сама фигура отца стала для меня, как обычно, ну, как фигура другого человека. То есть он для меня просто стал человек. То есть не Бог на земле, а просто человек, который имеет свое мнение. То есть ему что-то нравится, что-то не нравится, он что-то принимает, что-то не принимает. И, соответственно, потом, когда уже я почувствовал, что моя энергия пошла дальше, то есть уже перестал я концентрироваться на фигуре отца, я понял, что я могу, в принципе, взаимодействовать с любым человеком после этого. Вот. И для меня очень важно именно то, что я делаю, чтобы оно было интересно именно, не нравилось или не нравилось, а то, что было интересно другим людям. И желание взаимодействовать именно с теми людьми, которые разделяют то, что я делаю, и то, что я делаю им интересно. А что ты еще почувствовал, когда ты перестал концентрироваться на фигуре отца? Ну, скажем так, я почувствовал такое очень сильное расширение. То есть в энергетическом плане, что я могу двигаться в любом направлении, делать вообще все, что угодно. То есть, получается, у меня нет какого-то моего внутреннего такого судьи или контролера, который смотрит за каждым моим действием, и если я сделаю что-то неправильно, он меня будет как-то осуждать и порицать. То есть появилось состояние очень такой легкости. Люди, которые меня уже хорошо знают, сказали и отметили, что у меня появился какой-то такой определенный блеск, живой блеск в глазах. Какой-то такой огонь в глазах появился. Хорошо. Я благодарю тебя, Анатолий. Я желаю тебе дальнейших успехов. Может быть, вообще перестанем спать? Ну, в идеале, получается, к этому, я думаю, можно прийти, но это в идеале. На самом деле, я думаю, сон – это тоже очень важная часть жизни, когда мы тоже проделываем очень большую работу. Потому что есть у меня, например, примеры, когда были настолько тяжелые эмоциональные состояния, что их просто приходилось прорабатывать во сне. Потому что психика и как бы сознание вообще отключались просто. Настолько все было непросто. Хорошо. Причем, что самое интересное, даже было такое, что когда мы общались с Синой и поднимались какие-то вот эти состояния, ну, непростые, тяжелые, да, то бывало такое, что я, прорабатывая эмоции, просто засыпал и во сне с ней через сон общался, то есть я реально спал. Но, тем не менее, я рассказывал, что со мной происходило. И потом, когда она записала это все, то есть я спал, что-то рассказывал, записал, я вообще это все не помнил. То есть как-то так не запомнилась мне этот сон. Но, тем не менее, потом, после окончания сна, после этих проработок, мне стало намного лучше. Что ты хочешь пожелать Инне? Ну, я вообще хочу пожелать не только Инне, а пожелать всем людям, которые будут смотреть это видео, пожелать хороших внутренних состояний, хороших внутренних ресурсных состояний, чтобы они чувствовали всегда хорошо, радостно, светло. Чтобы у них слеза никогда не сходила улыбка, чтобы они знали, чего они хотят и шли к этому намеченному результату, к этим намеченным целям. Чтобы у них всегда было много друзей, много тех людей, которые их поддерживают, ну и чтобы они были счастливы. Хорошо? Спасибо только. Спасибо вам.